Сообщение из Ульяновска, где накануне подвели итоги конкурса «Общественное признание-2015». Из семи номинаций в двух победили спортивный клуб «Пересвет», действующий при Жадовском монастыре, и благочинный обители и романах Тихон, руководитель клуба, который стал лучшим номинацией лидером НКО года. Знаменательно, что структурам, имеющим отношение к русской церкви, досталась чуть ли не половина всех наград, а руководитель интернет-проекта «Батюшка-онлайн» Надежда Земского стала просветителем года 2015. Подробности в репортаже Дмитрия Гурина. До самой кульминации конкурса объявлений итогов результаты держали в секрете. Перед началом церемонии отцу Тихону намекали на победу, но в какой именно номинации не знал никто. Пятый областной конкурс среди некоммерческих организаций «Общественное признание-2015» проводили традиционно в два этапа. Первое – народное интернет-голосование на сайте Общественной палаты Ульяновской области. В номинации НКО года тогда победил СК «Пересвет» при Жадовском монастыре, а в личном зачете отец Тихон занял только второе место в номинации «Лидер НКО года». Однако уже специальная комиссия определила, что отец Тихон по всем параметрам должен занять первую строчку. И если звание «Общественной организации года» было вполне ожидаемо, то второй главный приз стал приятной неожиданностью. Победителем номинации «Лидер НКО года» становится председатель Президиума местной общественной организации «Спортивный клуб «Пересвет» Парышского района» Иеромонах Тихон. Вручая уже вторую статуэтку из полудрагоценного местного камня «Симберцит», губернатор области Сергей Морозов отметил, что такими темпами «Спортивный батюшка» скоро всех без призов оставит. Хотя и приятно, что есть в нашем регионе такие инициативные люди, которые могут в скором времени, по задумке президента страны, взять на себя некоторые государственные функции. В данном случае воспитание подрастающего поколения. Владимир Владимирович тогда объяснил вот это пожелание тем, что они зачастую работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях и, что не менее важно, с меньшим бюрократизмом. Я уже высказывался на эту тему. И еще раз могу из-за этой трибуны сказать о том, что я в полном объеме с этим согласен. Такой триумф спортивного клуба «Пересвет» вполне объясним. В прошлом году воспитанники отца Тихона приняли участие в более чем 20 различных турнирах. Завоевали больше 150 различных наград. Все занятия в клубе и поездки на турниры, естественно, бесплатные. А эти награды – реальное признание общества всех заслуг батюшки. Я такие цели не ставил. Я просто работаю, живу этим, делаю свое дело перед Богом. У нас остальное уже мнение людей, оно выражается. Ребятишек тренирую, ездим на турнир, выступаем. Но главная задача, конечно, мы прививаем детям евангельские ценности, чтобы они были добропорядочными гражданами своей страны, любили свою Родину, защищали ее. Вот это главная наша цель. Особо приятно, что второе и третье места в этой категории достались представителям православных некоммерческих обществ. В завершении награждения участников был объявлен и победитель, а вернее победители в номинации «Просветитель года». Первое место поделили между собой директор одной из лучших школ не только в Ульяновской области, но и во всем по Волжье, школа гимназии номер 44, Лидия Сергеевна Жуковская-Латышева и руководитель всемирного православного интернет-проекта «Батюшка-онлайн» Надежда Земского. Земского Надежда Александровна, корреспондент газеты «Православный Симбирск», руководитель проекта «Батюшка-онлайн». Награда в конкурсе «Народное признание» символичная. Она не дает каких бы то ни было преференций при получении государственных грантов и субсидий. Однако эта награда очень престижная и говорит не только о уровне развития организации, но и о людях, которые в большинстве своем делают благое дело. Во славу Божию! Дмитрий Егорин, видеостудия Барышевской епархии. Специально для телеканала «Союз».